Всем респект, братва! С вами Мародер120гигабайт, и сегодня довольно-таки необычная для моего канала игра, но мимо неё я просто не смог пройти. Игра называется Cuphead и могла бы быть обычным платформером, но нет, ребята, это игра особенная. Особенность этой игры заключается в том, что она справляется с той задачей, с которой большинство игр в наше время справиться просто не могут. Она переносит вас не только в свой волшебный, нарисованный вручную мир, но и переносит вас самих в детство и заставляет чувствовать себя детьми. Признаюсь вам честно, братва, я не являюсь поклонником жанра платформер. Однако я, конечно же, играл в большое количество платформеров, когда был ребёнком, так как это был основной жанр на тот момент. Я прошёл большое количество подобных игр на своей старенькой Sega Mega Drive. Я прошёл две части франшизы Sonic, мне очень нравилась игрушка Boogerman, и моей самой любимой игрой из подобного жанра была Air Force Gym. И в наши дни, запуская платформеры, я пытался найти вот эту нотку ностальгии, снова почувствовать себя ребёнком, бросить себе вызов этой игрой и окунуться в детство. Но, к сожалению, с этим не справлялись ни переиздание Соника, ни хардкорная Ori and the Blind Forest, ни весёлый Battle Block Theater и Broforce, ни уж тем более мрачные Лимбы или Инсайт. Никто не мог справиться с этой задачей. Я не говорю, что игры плохие, просто они не вызывали у меня те чувства, которые я испытывал, играя в подобные игры в детстве. И никакая игра не могла с этим справиться до выхода Cuphead. Но давайте по порядку, начнём с сюжета. Как известно, это не самая важная составляющая подобных игр, поэтому он здесь простой, как две копейки. Двое пареньков с чашками вместо голов приходят поиграть в казино к дьяволу. Поначалу у них получается довольно-таки неплохо, но тут появляется сам дьявол, предлагает повысить ставки, обещая, что если они выиграют, то всё богатство казино достанется им. Однако, в случае проигрыша, они должны будут отдать ему свои души. Главный герой игры Cuphead, ослеплённый, возможности легко разбогатеть, соглашается, несмотря на то, что его дружище Магмен пытается его остановить. В следующей игре Cuphead бросает кости, и их везение улетучивается, и они, естественно, проигрывают и становятся должны дьяволу свои души. Чашкоголовые падают на колени и просят, умоляют дьявола о том, чтобы он дал им возможность расплатиться каким-то другим путём. На что дьявол отвечает, что у него есть много других должников, с которых они тогда должны собрать души для него. Дьявол вышвыривает чашкоголовых из казино, говоря, что у них есть время до завтра. И если они не справятся и не принесут ему души должников, то он заберёт их души. Несчастные, напуганные, в полном отчаянии, чашкоголовые решают, что им нужно посоветоваться со своим старым, добрым, мудрым чайником, чтобы узнать, что же делать в сложившейся ситуации. Вот, собственно, братва и весь сюжет данной игры. Как вы видите, он такой немножечко наркоманский, но я думаю, такое можно сказать по поводу всех мудфильмов 30-х годов, которыми, собственно, и была вдохновлена данная игра. Чайник нам говорит, что у нас нет выбора и нам нужно идти и исполнять свои обязательства перед дьяволом. Ценный совет не остаётся единственной помощью от чайника. Он предупреждает, что должники, скорее всего, будут не рады тому, что мы пришли по их душе и будут отчаянно сопротивляться. И чтобы нам было чем им ответить, он вручает нам волшебное зелье, которое наделяет нас магическими способностями. Капхэт, конечно же, с радостью принимает подобный подарок и готов к приключениям. После этого, собственно, начинается сама игра. Управление в игрушке, конечно же, очень простое, как и в большинстве платформеров. Однако, если вы захотите, вы можете пройти туториал, где вам объяснят, что и как надо делать и куда надо нажимать. Покинув хижину чайника, мы оказываемся, наконец, в мире капхэт. Давайте посмотрим, что вот здесь мы можем делать. Тут у нас такое псевдо-3D, тоже такой олдскульчик. Я вам советую разговаривать со всеми персонажами. От них вы можете узнать что-то полезное, либо получить что-то полезное. К примеру, данный красноголовый паренёк, по-моему, это яблочко, объясняет нам, что мы можем апгрейдить своё оружие в магазине, покупая всякие апгрейды. И даёт нам монетки для того, чтобы мы сделали свой первый апгрейд. В магазине нас встречает вот такой вот замечательный и колоритный свин. И, собственно, мы здесь за разное количество монеток можем покупать различные улучшения. Они касаются, на самом деле, не только оружия. Мы можем, например, купить дополнительный хитпоинт себе и различные другие улучшения. Внимательно читайте описание к улучшениям, так как многие из них делают какой-то ваш параметр чуть слабее. И не думайте, что здесь маленький выбор. После того, как вы купили какое-либо улучшение, оно заменяется другим, которое вы можете переобрести чуть попозже. Чтобы попасть в меню улучшений, в игре вам надо нажать клавишу Y. Тут мы видим, что они делятся на четыре типа. Это два вида выстрелов. Суперудар и ваше очарование. Туда как раз вы можете вставить хитпоинт и другие улучшения, которые не относятся к оружию. Также у нас тут есть чек-лист. Как я понимаю, это список пройденных уровней и добытых душ. По этой же карте мы перемещаемся между этапами игры или уровнями игры. Уровни различаются по типу. Давайте посмотрим на первый тип, который называется Run and Gun. Тут нас ждет стандартный платформер, ребята. Мы с вами бежим, мы с вами стреляем, перепрыгиваем препятствия и стараемся добраться до конца уровня. Но если вы думаете, что сам геймплей здесь такой же простой, как его идея, вы сильно ошибаетесь, братва. Игра заставит вас попотеть. Хотя высокая сложность и не является отличительной особенностью данной игры, так как она вполне стандартна для жанра платформер. А вот визуальный стиль игры здесь, как вы видите, просто уникален. Насколько мне известно, это первая игра-разработчика в студии MDHR Entertainment, канадской студии, которые начали разрабатывать эту игру аж в 2010 году. Ребята работали над игрой из своих домов в Канаде. И я, в принципе, не удивлен, что эта игра разрабатывалась так долго, так как все они рисовали сами и вручную. Можете представить себе, сколько это работы. Как видите, игрушка стилизована под такие старые мультфильмы 30-х годов. Сами разработчики утверждают, что они вдохновлялись работами студии Disney и Flash Studios. И это, мне кажется, является секретом успеха данной игры. Именно благодаря визуальному стилю она создает ту нотку ностальгии и заставляет меня чувствовать себя ребенком. Когда я был маленьким, мне все игры казались вот такими. Я их все воспринимал как мультфильмы. Смотрел, наслаждался. Мне было интересно, как будут выглядеть уровни дальше. Как будут дальше выглядеть персонажи. И вот у этой игры получается создать то же самое ощущение, тот же самый детский интерес. Стоит также отметить музыкальное сопровождение. На протяжении всей игры играет такой веселый, задорный джаз, который был очень популярный в мультфильмах тех годов. Кто-то может, конечно, сейчас со мной поспорить, сказать, что мы не настолько старые, чтобы мультфильмы 30-х годов были нашими мультфильмами детства. Но будет ошибаться. Почему? Потому что в детстве мы смотрели вообще все мультфильмы. И старые мультфильмы также были популярны в начале 90-х, как и наши советские мультфильмы. И я, естественно, смотрел на кассетах своего дедушки и мультфильмы Disney старые, и Том и Джерри, которые как раз были пропитаны духом, которым пропитана вся эта игра. Кстати говоря, подойдя к концу уровня, когда мы его завершаем, мы не видим здесь никакого босса. Он просто заканчивается, и нам выставляют оценки, как мы его прошли. Мы можем перепройти его, естественно, еще раз, чтобы улучшить свой результат. Собственно, тоже достаточно стандартная штуковина. Как я понимаю, эти уровни нам нужны, чтобы собирать монетки для своих улучшений. Ну и, конечно же, после завершения уровня у нас открывается доступ и дорога, как бы, к другим уровням на нашей основной карте. Но если вы думаете, что босс-файтов в игре нет, вы ошибаетесь, причем очень сильно. Дело в том, что босс-файты здесь как бы отдельные уровни, где вы можете выбрать уровень сложности. И, насколько мне известно, боссов в игре больше 30 штук, что вроде как является новым мировым рекордом. Собственно, души этих боссов нам и нужно собрать по сюжету игры. Боссы в игре разные, со своими атаками, со своими особенностями, и с первого раза вам вряд ли удастся победить хоть одного. Однако, если у вас получилось, можете с собой гордиться вполне заслуженно. Игру я, конечно же, еще не прошел, поэтому не видел всех боссов. Однако, то, что я видел, уже заставило меня попотеть и поплакать, и геймпад я тоже пару раз чуть не разбил. При этом, сами босс-файты очень веселые, и, несмотря на всю сложность, непобедимых боссов в игре нету. Те боссы, на которых вы можете застрять на какое-то время, рано или поздно вы поймете, как их убить. Главное учиться на своих собственных ошибках. После победы над боссом у вас также открывается путь к каким-то другим уровням, дальше по миру, и вы получаете контракт, в котором, как я понимаю, написано, чтобы его выполнили и забрали душу для дьявола. Нажав Y, вы можете посмотреть полный список контрактов, которые вы собрали в данном мире. Кроме ран-энд-ган уровней, а также босс-файтов, в игре есть еще один тип уровней, это такие испытания, пройдя которые вы получаете определенный бонус. Они тоже очень сложные. Поначалу я даже не понял, что мне нужно делать, и стрелял в этих призраков, и, естественно, проигрывал просто сразу. Но разобравшись в еще одной механике игры, это что нужно, находясь на уровне определенного предмета или врага, нажать еще один раз кнопочку прыжка, и тогда он уничтожается или этот предмет там нажимается. Также это было в одном из босс-файтов. Я освободил какую-то принцессу чашечку, а также мне дали новый суперудар, который можно также выбрать в меню, нажав на Y. О чем нам, собственно, эта чашечка сама и напомнила. Уверен, что игра еще не один раз меня удивит новыми механиками, какими-то другими разнообразными уровнями, так как я только-только начал играть. Я не могу сказать, что это прям полный обзор игры, скорее такой первый взгляд, но игра меня просто очаровала, именно поэтому я решил сделать видео по ней. Она замечательная. Видно, что в игру вкладывали душу, что разработчики просто жили этой игрой, когда ее создавали. За что я выражаю им жесточайший респект и рекомендую эту игру всем, тем, кто хочет снова почувствовать себя ребенком, бросить себе вызов и просто насладиться замечательной игрой. Я бы даже не назвал этой игрой, ребята, это уже искусство. Таких игр сейчас делают мало, благо они еще есть и могут нас радовать. Напоследок добавлю, что в игре есть возможность кооператива, то есть совместной игры на одном экране вместе с другом, если там подключится второй геймпад, то можете очень классно вместе вдвоем повеселиться и побомбиться на боссах. На этом откланяюсь и заканчиваю это видео. С вами был Мародер120Гигабайт, братва. Если вам понравился обзор, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а если вы подписаны, то респект вам жесткий и до встречи в следующих видео и на стримах. Йоу!